Продолжение следует... 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 Мы видим это по результатам выборов. Огромный потенциал сотрудничества России с Азиатско-Тихоокеанским регионом показал прошедший в этом году Восточный экономический форум. Я прошу правительства обеспечить, безусловно, исполнение всех принятых ранее решений по развитию российского Дальнего Востока. И вновь подчеркну, активная восточная политика России продиктована отнюдь не какими-то там конъюнктурными соображениями сегодняшнего дня, не охлаждением даже отношений с Соединёнными Штатами Америки или Евросоюза, а долгосрочными национальными интересами и тенденциями мирового развития. В нынешних непростых условиях одним из ключевых факторов обеспечения глобальной и региональной стабильности стало российско-китайское всеобъемлющее партнёрство и стратегическое сотрудничество. Оно служит образцом отношений миропорядка, построенного не на идее доминирования одной страны, какой бы сильной она ни была, а на гармоничном учёте интересов всех государств. Сегодня Китай выходит на позицию крупнейшей экономики мира. И очень важно, что с каждым годом наша взаимовыгодная кооперация пополняется новыми масштабными проектами в разных областях – в торговле, в инвестициях, энергетике, в высоких технологиях. Важнейшим направлением внешней политики России является и развитие особо привилегированного стратегического партнёрства с Индией. Результаты, прошедших в октябре в ГОА российско-индийских переговоров на высшем уровне, подтвердили, что у наших стран огромный потенциал для углубления сотрудничества в самых разных областях. Мы рассчитываем на качественный прогресс в отношениях с нашим восточным соседом – Японией. Приветствуем стремление руководства этой страны развивать экономические связи с Россией, запускать совместные проекты, программы. Готовы к сотрудничеству и с новой американской администрацией. Важно нормализовать и начать развивать двусторонние отношения на равноправной и взаимовыгодной основе. Взаимодействие России и США в решении глобальных и региональных проблем отвечает интересам всего мира. У нас общая ответственность за обеспечение международной безопасности и стабильности, за укрепление режимов нераспространения. Хотел бы подчеркнуть, что попытки сломать стратегический паритет крайне опасны и могут привести к глобальной катастрофе. Забывать об этом нельзя ни на одну секунду. Александр Андреевич, как Вы оцениваете вот такую политику президента на внешнем контуре? Ну, Вы знаете, я внимательно прослушал сегодняшнее послание президента. И первое, на что все обратили внимание, и я, конечно, тоже, что акцент главный был сделан на проблемы внутренней политики. В отличие от двух предыдущих посланий прошлого, позапрошлых годов, когда вот то, с чего Вы начали нашу сегодняшнюю программу, когда Крым стал детонатором вот этой, так сказать, санкционной войны и так далее, тогда, конечно, вот президент несколько по-другому расставлял акценты. А сегодня вот то, что Вы сейчас показали фрагмент, это практически вот его завершающее выступление, его выступление, это завершающий фрагмент, посвященный внешней политике. И это как раз о многом говорит. Этой теме, наверное, можно посвятить отдельную программу. Но, если говорить по внешней политике, то, конечно, сегодня президент подчеркнул необходимость поиска баланса интересов, которые отражали бы национальные интересы России сегодня на международной арене. И в этом смысле Россия сегодня не собирается выстраивать какую-то только одновекторную политику, как может иногда кому-то показаться, в сторону Китая, Японии или евразийского пространства. Но он как раз говорит о важности восстановления нормальных отношений с Соединенными Штатами Америки, развития нормальных отношений с Евросоюзом. То есть мы живем сегодня в глобальном мире, и Россия является стратегическим глобальным игроком сегодня на мировой арене, и она не может по-другому выстраивать эти отношения. Поэтому, на мой взгляд, сегодня президент очень спокойно говорил о внешней политике, и тем самым дал понять, что современное состояние ее позволяет для России открывать новое дополнительное окно возможностей, которым нужно правильно воспользоваться. И я думаю, что как раз президент Путин сегодня дал сигнал всему миру, всем лидерам главных, так сказать, сегодня стран на международной арене, в том смысле, что Россия готова к тесному взаимовыгодному сотрудничеству. Сергей Васильевич, это политика баланса сил? Разумеется, в рамках функционирования международных систем есть несколько типов контроля за международными отношениями. Одна из них, политика баланса сил, связана с тем, что взаимоотношения между государствами, которые являются акторами, то есть действующими лицами на мировой арене, выстраиваются за счет уступок, компромиссов, выигрышей. И на этой основе вырабатывается та модель, о которой президент России, кстати, говорил как о многополюсном мире. И вот в рамках этого многополюсного мира Россия занимает важное место. Россия возрожденная, и именно символом этого возрождения, безусловно, стало воссоединение Крыма с Россией. Сергей Васильевич, следующий вопрос тоже к вам. Я сейчас сделаю вид, что ничего не понимаю, и задам вам очень банальный вопрос. Крым всегда был в водовороте международных отношений. Так что делает Крым таким важным и актуальным? Положение Крыма и его роль в международных отношениях, безусловно, определяется его географией, его историей, его, если хотите, судьбой. Что касается его положения, то сам факт того, что этот полуостров является, по сути дела, в современных терминах непотопляемым авианосцем, делает его стратегическим объектом в Черноморском регионе. Регионе, который имеет перспективу доступа к сердцу Евразии, к Хартленду. И поэтому значение Крыма определяется уже хотя бы этим. Крым – это то место, где исторически соприкасались и взаимодействовали различные цивилизации и культуры, различные религии, и христианство, и ислам, и западное христианство. Все это сделало Крым тем перекрестком, где соединялись культуры многих народов. И, соответственно, вот этот момент, связанный с соединением, в той зоне, которая была соединена со многими торговыми путями, той зоной, которая являлась и отправной точкой в дальние походы, все это делало Крым важным для тех игроков мировой политики, которые существовали, которые назывались в вашем фильме, который вы показали. Спасибо большое. Чингис Февзеевич, говоря о крымских татарах, история крымских татар, она богата как и героическими страницами, так и, к сожалению, трагическими. Как вы считаете, какой должна быть политика крымских татар, мировоззрение крымских татар, чтобы не оказаться в ситуации, которую называют между молотом и наковальней? Ну, возвращаясь к вашему первому сюжету, хочу сказать, что Крым всегда был яблоком раздора. И, судя по всему, что интерес к Крыму не будет ослабевать никогда. И политики будут бесконечно биться за Крым. Но главным в этой ситуации я считаю, что каким будет внутренний мир самого Крыма, каким будет его нравственное содержание, какой будет его экономика, и какой нитью, или, я бы даже сказал, канатом, какой целью будут объединены межнациональные взаимоотношения крымчан. В этой связи хочу сказать, что я, как руководитель образовательной организации, вижу свою миссию в том, чтобы закладывать те основы формирование наших будущих поколений в единстве, в любви друг к другу, в познавании культуры друг друга, в познавании языка друг друга. И вот на этой волне строить будущего Крыма. Конечно, принципы крымских татар здесь неизменны. Мы народ дружелюбный, народ гостеприимный. И я хочу сказать, что возьму на себя смелость, что многие крымские татары прекрасно знают русскую культуру, прекрасно знают русский язык. Ничем не хуже, чем, может быть, другие люди, проживающие в Крыму. Наш университет в этом плане проводит большую системную работу. У нас на примере специальностей, где идут двухязычия, на примере форума, который недавно у нас прошел, трех государственных языков Крыма, и многих-многих других вещей, которые мы делаем. Хочу сказать, что вот презентовали недавно книгу об участниках Великой Отечественной войны и о роли крымских татар в этой войне. Из 41 участника 10 человек было крымских татар. Естественно, в основу, конечно, мы должны закладывать образование, в основу мы должны закладывать культуру, в основу мы должны закладывать интеллект. Вот это те принципы, с которыми крымские татары должны идти в будущее и строить наш общий Крым. Дирак, а зная о вас, у вас наверняка особый рецепт? Может быть. И что вас интересует? Ну, расскажите, расскажите. Меня менее волнует международное хитросплетение, там и глобальная политика. Я понимаю, что это все сказывается на Крыме, но для меня приоритет совершенно в другом. Уже довольно-таки много времени, как с того момента, когда крымские татары стали бы возвращаться, обустроиться, процесс этот не закончен. К сожалению, все власти в Крыму, включая нынешнюю, по сути говоря, не содействуют ему, а тормозят в той или иной степени, если даже на словах говорят о другом. Мне бы хотелось, чтобы еще при моей жизни крымские татары обустроились как нормальный народ на своей родине. Мне бы хотелось, чтобы эти международные противоречия не порождали новые жертвы и страдания моего народа. К сожалению, сейчас не совсем так. Я, в общем-то, думаю, что тема Крыма для крымских татар, это означает тему национального государства. В рамках международной политики, какой бы он там мест не занимал, с точки зрения чей-то, с точки зрения самих крымских татар, это реализация нашего права на самопределение на своей родной земле. Спасибо большое. Александр Андреевич, немного геополитики. Все события, которые сейчас происходят в мире, они корнями уходят вглубь десятилетий. Конец холодной войны. Советский Союз ее проигрывает, при этом потеряв, собственно, свои границы, свою государственность. Но при этом победившая сторона, тем не менее, она не отказывается от своей такой агрессивной внешней политики. Здесь стоит вспомнить тоже Ягославию, Ближний Восток, целую череду цветных революций, которые буквально под копирку одним почерком выполнены, чудовищное количество военных баз и так далее, и так далее. Так чего они, собственно, хотят? Глобального доминирования? Так оно у них было? Или боятся чего-то? В чем тут дело? Ну, это очень сложный вопрос такой. Это тема такая, может быть, глубокая дискуссии по этому поводу. Я попробую, конечно, очень сжато сказать. Но, естественно, что после распада Советского Союза у Соединенных Штатов Америки появилась возможность доминирования в мире, и этой возможностью они, конечно же, должны были воспользоваться. Это естественный ход истории на тот момент, и тем более, что этот процесс совпал с таким активным началом и развитием глобализации международных отношений. Глобализацию никто отменить не сможет, но глобализацию, а Соединенные Штаты Америки, получив те преимущества после распада, о которых я сказал, попробовали выстроить по своему сценарию. То есть они считали, что глобализация будет более полезной не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира, если она будет развиваться по, так сказать, их сценарию, то есть они заявили свое лидерство в мире, вот как стратегического игрока, который будет определять сам вектор этой глобализации. Ну, естественно, это многих устраивало до тех пор, пока вот знаменитая речь Владимира Путина в Мюнхене свела эти усилия на нет, в том смысле, что Путин заявил о том, что Россия не собирается, так сказать, действовать под чью-то диктовку, что она будет проводить самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, которая соответствует их национальным интересам. Путин это сумел сказать тогда, когда Россия начала, как говорится, решать свои вопросы, когда она оправилась от тех потерь, вот, 90-х годов и так далее. Поэтому, то есть, другими словами, когда сама Россия начала демонстрировать возможность своего собственного влияния на мировые процессы. И вот отсюда и начался тот момент, о котором мы сегодня с сожалением говорим, момент противостояния между Соединенными Штатами и Россией, и разночтение, так сказать, на все мировые процессы. Но сегодня ситуация действительно меняется, об этом нужно говорить отдельно. Почему сегодня Путин и говорил спокойно о внешней политике? Потому что у Путина сегодня, будем прямо и откровенно говорить, появились дополнительные козыри для такой уверенности. И в том числе вот та ситуация, которая сегодня развивается в Сирии, в частности в Алеппо, я, например, убежден, что это вопрос уже нескольких, может быть, максимум недель, что это закончится до Нового года, скорее всего, так сказать, это ситуация в Алеппо, но как раз вот здесь и возникает то, о чем сегодня дал понять Путин, что если в мире понимают важность сохранения, так сказать, основ и построения нового миропорядка, основанного на, так сказать, согласии, основанного на балансе, так сказать, интересов, на многополярном мире, то тогда, наверное, вот как раз сегодня и наступает такой практический момент. Спасибо большое. Сергей Васильевич, аналитик крупного американского издания Foreign Politics Пол Миллер отметил в одной из своих публикаций, ну, стоит сразу отметить, что это не российский агент, это не агент Кремля, это человек с очень жесткой антироссийской политикой. И тем не менее, в одной из своих недавних публикаций он отмечает, что сейчас Российская Федерация находится в самом выгодном международном положении со времен на секундочку Второй мировой войны. Вы разделяете эту точку зрения? Я разделяю эту точку зрения в том смысле, что по сравнению с 90-ми годами 20-го века Российская Федерация обрела новое качество. Двигаясь по траектории, вот по сути, потерявшего суверенитет и колониального государства через корпорацию Россию к великой державе, Россия, безусловно, проделала за эти два десятилетия очень серьезный путь. И ее позиции значительно укрепились, как одного из могущественных центров силы в современном мире. Если сравнивать ситуацию с какими-то предыдущими эпохами, конечно, нужно понимать то, что Российская Федерация – это не союз Советских Социалистических Республик. И в этом отношении это сравнение, по всей видимости, не совсем корректно. Но общая тенденция, на которую указывает американский политолог, я полагаю, справедлива. Спасибо большое. У нас тут два политолога, поэтому у нас сейчас геополитический блог, поэтому мы, с вашего позволения, сосредоточимся на двух наших экспертах. Возвращаясь к цитатам. Цитата, которая буквально взорвала информационное пространство на Медни. А сейчас, в контексте того, что новому президенту Соединенных Штатов Америки все буквально раздают советы, так или иначе, вот к этой группе товарищей, которые раздают советы, решил присоединиться и министр обороны Великобритании Майкл Феллон. В частности, приведу его цитату. «Следует различать предвыборную риторику и то, что делается на практике. На практике каждая американская администрация всегда находилась в противостоянии с Россией. Мы не говорим, что не следует вести с Россией диалог, но с ней не следует обращаться так, как обычно, как с равным партнером». Это цитата Феллона из интервью радио BBC. Александр Андреевич, вам не кажется, что это какая-то колониальная риторика? Нет, ну это риторика, она в традициях английской внешней политики, к сожалению. И здесь мы ничего такого нового не видим. Она была, если вспомнить Уинстона Черчилля и его невероятные кульбиты, как и гениальные, так и с точки зрения того, что мы были союзниками в той войне, которая всем известна, но были и врагами, если вспомнить его фултонскую речь и так далее. Так были и более жесткие. Поэтому, в общем-то, если... На это нужно смотреть спокойно, на мой взгляд. И я должен сказать, что как раз у нашего президента хватает в этом плане выдержки, терпения, не обращать внимания на такого рода цитаты. Но я понимаю англичан сегодня, потому что после Брекзита, после того, что происходит сегодня в Европе, после вот того, что Трамп, так сказать, приход Трампа, ведь он опрокинул все устоявшиеся традиции формирования мировой политики последних десятилетий, о которых Сергей Васильевич говорил. Вот, поэтому, ну, в общем, сегодня каждая из этих стран, из этих игроков пытается слать свои сигналы Трампу. У Трампа есть еще время. Вот сегодня у нас только 1 декабря. Да, он приступит к своим обязанностям 20 января. Вот многие пытаются вот какие-то сигналы слать, в том числе, кстати, Украина тоже, сегодняшними учениями. Поэтому, ну, как бы вот к этому надо относиться, я считаю, спокойно. У нас сейчас небольшая реклама, вернемся очень скоро. ВОЛЬКСВАГЕН ПОЛО Уважаемые эксперты, прошло 2,5 года, ну, чуть больше, с того момента, как Россию буквально объявили обструкцию. Да, вот ключевые мировые державы, международные организации. Но прошло чуть более 2,5 лет, и тем не менее ситуация меняется. 2,5 года, это очень короткий срок для истории. Меняется она, это изменение связано с новыми именами в качестве лидеров европейских и американских держав. Прежде всего, здесь на ум приходит, конечно, Молдова, Молдавия, значит, Болгария. Очень интересно, сейчас события разворачиваются во Франции, одним из таких явных кандидатов. Фонсуа Фион, который очень конструктивно относится к нашей стране, к Российской Федерации. Но, тем не менее, главной переменной, главной новостью на этом треке, конечно, стала победа Трампа. Вот в этой всей истории интересно было наблюдать за реакцией, прежде всего, мировых лидеров и журналистов, которые буквально незадолго до этого все, без исключения, предрекали победу Клинтон. Больше всего, на наш взгляд, здесь отличилась одно из крупнейших изданий немецких, «Дершпигель». И вот сразу после победы Дональда Трампа они вышли вот с таким заголовком и, собственно, с таким изображением на титульной странице. Да, собственно, на этой главной обложке изображен Дональд Трамп, победивший кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки. И он изображен в качестве гигантской огненной кометы, которая с огромной жадностью мчится на наш маленький беззащитный земной шарик. Вот, собственно, как обложка это выглядит. Но здесь примечательно даже не само изображение, а сколько надпись над этим изображением, а именно конец миру, который мы знали. Сергей Васильевич, это действительно, вот эти события означают какую-то глобальную трансформацию международных отношений? Уважаемые коллеги, мне хотелось бы поразмышлять о том, что, наверное, при всей значимости Соединенных Штатов Америки в современном мире они остаются сверхдержавой, это несомненно, но происходит диффузия мощи сверхдержавы. И в этом отношении возможности Соединенных Штатов ограничиваются. Соответственно, те люди, которые приходят к власти в Белый дом, в данном случае это Дональд Трамп, наверное, не должны нас отвлекать от тех проблем, которые сосредоточены у нас дома. И когда я смотрел фильм, который был показан в начале программы, и приводились там слова Трампа о Крыме, слова Додона о Крыме, я подумал о том, что, конечно, нам важно знать реакцию международного сообщества на наши проблемы, на наш статус. Но гораздо важнее, что мы делаем сами для себя, как мы видим сами себя. И в этом отношении я полагаю, что важнее слова президента Путина о том, что Крым – это часть России, и вопрос закрыт. Соответственно, те различные точки зрения, которые приводятся и в западной прессе, и в числе западных политологов, они, по сути дела, оттеняют одну проблему. Да, мир меняется, это безусловно. И приход Трампа – фигура неординарная, фигура, которая во многом отличается и от того, что было в послевоенный период, и от Трумэна, и от Эйзенхауэра, и от Кеннеди, и от Джонсона, и от других американских президентов. Говорит о том, что многое меняется внутри американского общества, и многое меняется в связи с положением Америки в мире. Но эти изменения, они говорят о том, на чем должна сосредотачиваться наша страна, наша Россия. И я думаю, в этом главный вопрос. Спасибо большое. У нас есть телефонный звонок в студию. Мы вас слушаем. Готовлюсь. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Фарган Турбиджанс, Солок, из Казани. Меня слышно, да? Слышно, слышно. Говорите, пожалуйста. Я по теме передачи, волнует ли крымчан международное признание. Но оно, я думаю, должно волновать не в эстетическом плане, а в конкретном, в практическом. Что оно конкретно дать, это международное признание. И кому оно может дать? Аксиону, там, муластям, или конкретно каким-то этническим группам. Вот конкретно крымские татар дадут это международное признание. Нужно ли оно им? И если нужно, то зачем? А если не нужно, то почему оно не нужно? Я думаю, вопрос надо ставить конкретно. Я хотел бы этот вопрос обратить к уважаемому Надюре, которого мы в Казани знаем и уважаем, поэтому, надеюсь, просветит по этой тематике. Для чего практически, что практически ждут крымские, конкретно крымские татары от международного признания? Нужно оно им или не нужно? Если говорить конкретно о Крыме, как о регионе России. Понятно. Надюра, просвещайте. Я хотел бы, прежде всего, согласиться, отчасти с коллегой Юрченко, относительно того, что для меня, например, гораздо важнее, что происходит здесь, в Крыму, и происходит, прежде всего, с нами, с крымскими татарами. Поэтому для меня международное признание между глобальными державами и игроками, дело даже не второе, а куда-то дальше, шестое, девятое. Для меня самое важное, что проблема крымских татар, она зависла и практически, она идет как пинг-понг, как власти к власти, которая до тех пор, пока выдевает Крым или приходит здесь, начинает лидировать. Она что-то там заботится о крымских татарах, говорит о них, противопоставляет политике прежней власти. Потом все меняется и становится, меняется лидер, меняется власть, а отношение к крымским татарам сохраняется прежним. Поэтому для меня, например, важно не международное признание, а признание крымских татар в качестве народа, признание его права на самопределение, обеспечение его прав в Крыму, по чьей бы юридикции, по чьей бы власти он не находился. А вот эти глобальные игроки меня интересуют по стойку, поскольку есть о чем разговаривать им между собой, пусть разговаривает, договаривается. Для меня важно то, что у нас здесь. К сожалению, даже вот последняя власть тоже, идя сюда, как бы к новому режиму, к новому порядку, бывший еще Верховный Совет Крыма принял неотмененное, кстати, по сей день постановление об обеспечении прав крымстотарского народа. Но когда потом произошли соответствующие перемены, нам просто в лицо сказали, что, знаете, мы вас, по сути, обманули, то есть мы не собираемся этого выполнять, мы это написали, потому что в тот момент нам надо было, а нет. И интересная ситуация, что есть Конституция Республики Крым, которая совершенно не согласуется с этим неотмененным постановлением, в Конституции записано три государственных языка, реально используется в качестве государственного только русский. Поэтому вот эти все глобальные разговоры, они меня очень мало задевают, так же, как, я думаю, большинство крымских татар. Самое важное для нас то, что наши права не обеспечены и не собираются их обеспечивать, в том числе в рамках законодательства России, где, скажем, закон о реабилитации репрессированных народов, который еще в 91-м году был принят и в той или иной степени реализовался, вот в машине других репрессированных и департированных народов в Крыму и не ночевал даже. Поэтому вот эти общие противопоставления, они мне вот интересны постольку, поскольку будущее моего народа связано не с Китаем, не с Японией, не с многовекторностью политики, а связано с тем, как, кем, в какой мере соблюдаются наши права здесь. Спасибо большое. Александр Андреевич, вернемся к вопросам глобального характера. Нет, ну, тут вот Надир поднял такие серьезные вопросы, на которые, наверное, надо отвечать. Хорошо, давайте продолжим. Потому что мне не совсем понятно, а как тогда указ президента репрессированных? Знаете, если говорить, что не решается ничего, как бы... Знаете, у меня такое ощущение, что вы его готовили, потому что он вас очень беспокоит, но мы-то с вами давно знакомы. Нет, но меня беспокоит, насколько сами крымские татары... Нет, но вы его читали, этот указ? Да. Или вы просто знаете его название? А тот, кто читал указ, он знает, что он пустой. Это пустой документ, который, во-первых, ничего в себе внятного не содержит, а во-вторых, никакой указ президента в соответствии с Конституцией России не может обладать силой больше, нежели закон России. А законом является закон о реабилитации репрессированных народов, а не указ президента. Поэтому, если указ президента не работает или недостаточен, или противоречит закону, должен работать закон. Уж кто-кто, а вы это прекрасно знаете, а закон не работает. Тогда у меня еще один в связи с этим вопрос. А кто должен готовить подобного рода законы? Кто должен выступить в качестве инициатора всего этого? Подождите, а что его готовить? Он есть, послушайте, этот закон есть. Его не крымские татары готовили, он был принят в 1991 году. Он действует, он не отменен. И весь государственный аппарат, центральный ли, местный ли и так далее, он должен выполнять, даже не спрашивая крымских татар, если лучше на то пошло. А крымских татар действительно спросить трудно, потому что в результате последних выборов, но я имею в виду не в Госдуме, а в 2014 году, количество крымских татарских депутатов в разных уровнях сократилось в 10 раз примерно. С 1200 до 120. Понятное дело, кого спрашивать? Ситамир, мы тут говорим о таких важных вещах. Может, вы скажите свою точку зрения по этому поводу? Сегодня говорить и обсуждать очень много можно, и каждый из нас тут присутствующий прав. Но самое главное одно, вот два с половиной года мы тут, и в феврале будет три года, работая и живя в Крыму, действительно очень много делается, и очень много, которое надо сегодня делать и собираться. Сегодня, смотрите, вопрос, который был задан, имеет ли значение для крымских татар или для жителей, если снимут санкции? Конечно, я считаю, имеет очень большое значение. Даже первое, что вот мы, когда делегация была, принимали решение, турецкое, должны обратиться к премьер-министру, и первая просьба будет, чтобы Стамбул, Симферополь начали летать авиарейсы. Это для всех жителей, это дополнительный заработок, и тем более, более 20-30 лет наши соотечественники туда ездили, летали, родственные связи, бизнес-структуры, браки есть совместные. Второе, что меня очень волнует, да, сегодня нужно очень много делать. Вот делаются сегодня дороги, мосты, строительство, а где компактные проживания крымских татар, как говорят в народе, авозы и ныне там. Ни одного компактного проживания села Крымских татар сегодня нету достойного, чтобы привезти к кому-то, показать или сказать, вот мы тут более трех тысяч семей живем, и дороги, и газ, и детские майданчики, и бракосочетания, и школы, и такого ни одного нет. К сожалению, вот мне полностью, я верю в то, что это будет. Но это мы должны, во-первых, вместе сплотиться. Вот Надир правильно сказал. Было более тысячи депутатов, стало 120. Кто виноват? Ну, в первую очередь, мы сами виноваты. Если мы не пошли на выборы, за меня же кто-то другой голосовать не будет. Понимаете? И мы всегда говорим, только путь, когда выборы будут в 2018 году, 2019, если мы обратно будем бойкотировать, нас не 100, нас 12 человек будет. Поэтому вопросов очень много, и каждый из нас прав. Ченгиз Февзевич, говоря о крымских татарах. Украина, страна, мягко говоря, очень беспокойная. Много чего можно вспоминать. И первый майдан, куда крымских татар затянули, да, вот мы, большая часть крымских татар тогда поддержала Ющенков, противовес большинству населения Крыма. Второй майдан, и мы помним, чем это все завершилось. Ну, опять-таки, сейчас люди, которые решили жить на территории Украины, они активно пропагандируют мысль, что Украина – это политическая родина крымских татар. Что это вообще за понятие такое? И может ли быть у крымских татар какая-то политическая родина, и еще и вот своя родная? Помимо исторического. Да, помимо исторического. Родина есть родина. Для нас Крым, в самом этнониме крымские татары, заложено уже то, что Крым – это наша родина. Поэтому Крым – наша родина. Мы здесь живем и будем дальше продолжать жить, развиваться и расти в единстве с другими народами. И наша общая задача – делать Крым лучше и привлекательнее. И сделать его одним из лучших субъектов, ну, или регионов, как сейчас говорят. Конечно, я, говоря об Украине, тут, ну, мне трудно тут рассуждать, я не являюсь политиком. Я хочу сказать одно, что самое важное, и здесь это неоднократно прозвучало, как мы сами, крымское общество, как мы будем себя позиционировать в мире. Это одна из самых главных задач, которые… И это я вижу только через воспитание молодежи, через воспитание нашего будущего поколения. И вот это наша главная задача. И вообще какие-то, вы знаете, какие-то вот прилагательные вот приставки к родине, мне кажется, и вот эта дифференциация там, политическая еще какая-то, ну, это какие-то спекуляции, мне кажется, на тему родины. Поэтому родина, она есть родина. Для нас родина – Крым. Спасибо. Ну, я вот добавлю к этому вопросу, знаете, вот вспомню, 88-й год, 1908-м, когда крымские татары поехали в Крым. Мы все говорили, куда в Крым, куда в Крым. Я помню, когда развалился Советский Союз, и когда выдавали украинские паспорта, крымским татарам домой привозили, и они от них просто шарахались, оставляли паспорт СССР. Это может любой подтвердить, кто в то время приехал. Сегодня навязать, что родина – Украина, понимаете, это уже вот за 23 года вот как бы произошло вот этот момент. Но в любом случае, знаете, что бы они там и не говорили, что вот у нас родина – Украина, если ковернуть историю, хоть куда, вот заложите, у нас никогда не было в истории, что наша родина, крымские татары – это Украина. Понятно, вот это АТР сильно сделал это, внес, да, вот как бы ушел. И вот есть ряд людей, которые вот сегодня бросили отсюда. Некоторые даже убежали, да, вот в прямом смысле. И сегодня оттуда говорят, и сегодня они доминируют народами, им влюют в уши разные эти, ну, такие толкования. Но было же время, когда они отказывались получать украинский паспорт. Вот хочется этим глазам посмотреть этим людям сегодня в глаза, которые говорят – наша родина Украина. Спасибо большое, уважаемые телезрители. Хочу вам напомнить, что у вас есть возможность задать вопросы в прямом эфире нашим экспертам. Телефон нашей студии – плюс семь девять семь восемь ноль девяносто пять сорок один сорок пять. Надир Ахан, в последнее время все внимание было уделено каким-то глобальным вопросам, выборам в США, европейским выборам. Скажите, пожалуйста, в самих Соединенных Штатах Америки с правами человека, с правами народов – все в порядке? Да, конечно, нет. У меня довольно большой опыт общения. Ну, когда-то я это вживую делал, сейчас, к счастью, есть интернет, возможность переписываться, переговариваться. У меня десятки друзей по всему миру, в том числе в Соединенных Штатах, и десятки, в том числе представителей коренных народов Соединенных Штатов. И вот буквально на фоне того, что весь мир следил за выборами, кто победит – Хиллари Клинтон или Дональд Трамп, со всеми прогнозами, ожиданиями, противоречиями и так далее. В общем-то, никто не смотрел на то, что уже больше двух месяцев идет акция протестов в штате Северная Дакота, который, собственно, получил, так же, как Южная Дакота, имя по коренному народу этих мест. Дакота или еще Силу, они известны, по остатку территории которых из этих двух больших штатов прямо по их кладбищам тянут федеральный нефтепровод. И там объединилась, я не знаю, огромный лагерь протестующий. Десятки племен представителей съехали сюда, представители правозащитных движений, экологических движений. Почему? Потому что проведение этого трубопровода нефтяного, он не только оскорбляет и нарушает права индейцев, но он представляет собой опасность разлива нефти, техногенной катастрофы и заражения воды. У нас есть видео на эту тему, оно на английском языке, но, думаю, все будет понятно, и Надирга дальше продолжит эту тему. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Диалога со странами ближнего зарубежья В скором времени для Крыма откроются новые возможности Все крымчане смотрят с большой надеждой в будущее и я уверен, что они будут счастливы и экономика Крыма будет развиваться На пленарном заседании общественная дипломатия против блокады Крыма за развитие международного сотрудничества с докладами выступили представители Болгарии, Греции, Казахстана, Китая Турции, Франции и других стран Учредитель Крымско-Татарского исторического музея заповедника Гулливер Альтин рассказал о новых проектах и предложил создать международную площадку и в Бахчисарае. В работе конференции приняли участие и студенты крымских вузов Тема моего доклада общественная политика общественная дипломатия и как иностранные студенты могут повлиять Я считаю то, что иностранные студенты являются главным проводником в дипломатии в своих странах и то, что студенты иностранцы могут, приехав домой отобразить правдивую картину которая происходит в Крыму и несмотря на санкции мы продолжаем тут учиться нам все, безусловно, нравится учеба и отношения преподавателей никак не повлияли с переходом Крыма в Россию к нам все так же добродушно относятся так что мы очень рады и постараемся внести свой вклад в развитие Крыма Представители десяти стран предложили создать международный молодежный центр по развитию общественной дипломатии на сегодняшний момент мы утвердили концепцию международного молодежного центра и создали рабочую группу которая будет заниматься непосредством реализации сначала выработкой и реализацией плана действий на 2016-2018 год площадкой первоначально будет выступать Крымский федеральный университет поскольку 50 стран представлены в университете и 3000 иностранных студентов мы являемся представителями наших стран из разных точек мира в том числе и санкционных так сказать стран я считаю что большие вещи большие заслуги могут осуществиться только маленькими шагами и так как молодежь это будущее я верю и оптимист я считаю что мы можем что-то как-то в это как-то повлиять на это я сегодня думаю что это это хорошая идея чтобы мы вместе будем работать и показать Крым за хороший показать Крым за всем мире чтобы Крым это хорошее место подводя итоги конференции постоянный представитель Крыма Георгий Мурадов зачитал обращение участников международной конференции к мировой общественности предлагаю всем заинтересованным институтом гражданского общества рассмотреть возможность проведения в 2017 году первого международного конгресса за мир безопасности международного сотрудничества в Ялте Республика Крым Российская Федерация и обратиться к руководству России и Республики Крым с просьбой о поддержке этой инициативе после чего он и председатель национально-культурных автономий были торжественно награждены премией миротворца 2015 года национально-культурных студентов это 50 стран которые у нас представлены это 51 преподаватель иностранец который работает в Крымском федеральном университете ведь все это это послы мира и взаимопонимания и естественно в рамках народной дипломатии то есть дипломатии которая осуществляется вне официальных органов мы имеем целую массу возможностей и мне хотелось бы особо отметить что все мы стоим на плечах наших предшественников наших великих предков и большую роль играет сегодня в том числе и в отношении Крыма и санкционного режима по отношению Крыму позиция тех выпускников советских и российских вузов которые проживают сейчас соответственно в своих странах я напомню эту цифру миллион выпускников начиная с конца 60-х годов были подготовлены в советских и российских вузах ведь это наши друзья это те люди которые с годами становятся министрами ректорами университетов профессорами и в этом отношении вот это те наши партнеры которые помнят о своей учебе помнят о своей жизни в нашей стране и соответственно работа с ними взаимопонимание с ними дает многие перспективы перспективы связанные с тем что Крым преодолеет несомненно международные санкции как часть российской федерации с тем что те люди которые в Крыму проживают будут иметь большие возможности для международного общения и с тем что будут признаваться документы об образовании которые выдаются на территории Крыма что является в данный момент проблемой которую нужно разрешать все эти вопросы являются наравне со многими другими предметом действия народной дипломатии я не сомневаюсь что вот те формы которые применяются в том числе конференции связанные с пониманием места Крыма в международном контексте являются важным результатом этой деятельности и за народной дипломатии большое будущее спасибо большое отдельного внимания стоит взаимоотношения с Турцией колоссальный кризис который 8 месяцев продолжался затем последовали изменения президента Эрдугана как мы помним попытка неудачного государственного переворота затем официальный визит президента Эрдугана в Российскую федерацию и вот недавно 24 февраля произошло еще одно знаковое событие Крым посетила очень представительная делегация из Турецкой Республики прежде чем обсудить этот вопрос давайте вспомним как это было почетных гостей встречали с тремя флагами российским крымско-татарским и турецким как символ мира и прочных взаимоотношений между народами крымско-татарские общественники вручили делегатам памятные подарки иностранная делегация насчитывает около 30 человек глава турецкой делегации Хасан Джингис отметил что день приезда представителей Турции в Крым войдет в историю то что показывают о Крыме западные телеканалы кардинально отличается от того что мы видим здесь очень теплая атмосфера нас гостеприимно встретили нас встретили представители нашего братского народа крымские татары они рассказали что довольны положением вещей на полуострове в Крыму мир и спокойствие в аэропорту гостей из Турции встречал и председатель общественной организации Крымбарлигы и общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Неметуллаев он уверен что делегаты воочию увидят истинное положение дел крымских татар в Крыму и опровергнут информацию которую трактуют с запада мы сегодня крымские татары все жители Крыма мы сегодня одно целое потому что у нас семья и наш общий дом это Крым и мы им покажем сколько сделано за два с половиной года сколько законов принято как мы живем здравствуем что у нас никаких гонений ничего нет они поедут об этом доложат выступят у себя на конгрессе доложат президенту и они хотят сюда влаживать инвестиции очень много влиятельных бизнесменов летит едут вот над этим мы будем работать сегодня первым делом делегация посетила место строительства будущей соборной мечети в Симферополе глава турецкой делегации в Крыму руководитель турецкой ассоциации евразийских правительств оценил масштабы строительства и пообещал сделать все возможное чтобы на ее открытии присутствовал президент турецкой республики Реджеп Таип Эрдоган во-первых я хотел бы выразить огромную благодарность муфтию мы прекрасно понимаем что соборная мечеть строится под патронатом президента Владимира Путина мы видим что крымские татары здесь чувствуют себя нормально и никаких притеснений тут нет мы видим какое колоссальное строительство здесь идет после этого гости из Турции возложили цветы к вечному огню стоит отметить что глава делегации Хасан Дженгиз выразил глубокое соболезнование в связи с гибелью Олега Пешкова пилота российского бомбардировщика Су-24 сбитого год назад в Сирии далее делегация отправила совет министров где провела встречу с министром экономического развития республики Крым Валентином Демидовым представители турецкого бизнеса рассматривают Крым как трамплин на российский рынок и считают приоритетным вопрос восстановления морского и авиационного сообщения с полуостровом а еще члены делегации уверяют что в скором времени санкции Турецкой Республики в отношении России будут отменены наша делегация является первой делегацией в ближайшее время в Крым прибудет еще официальная делегация одной из больших проблем являются санкции и мы видим что шаг за шагом вопрос о снятии санкций с Крыма в Турции решается в свою очередь министр экономического развития республики Крым Валентин Демидов отметил что визит делегации позволит создавать выгодные инвестиции на полуострове экономика первична и конкретные дела конкретные реализации бизнес-проектов они сделают так сказать свое дело и санкционный режим который искусственно навязывается западными странами он постепенно уйдет и о нем все мы забудем будем работать и развивать наши отношения Глава турецкой ассоциации евразийских правительств доверенное лицо заместителя руководителя генеральной дирекции безопасности Турции Хасан Дженгиз в ходе встречи с членами президиума государственного совета Крыма рассказал что члены делегации не боятся уголовных дел возбуждаемых против них на Украине В этот кризисный период мы делаем общественную дипломатию подвергаем себя рискам Украина уже возбуждает дела против нас но для достижения мира нужно быть смелыми честными занимать четкую и прозрачную позицию нужно быть либо черным либо белым депутат государственной думы Руслан Бальбек отметил что Украина не смогла подавить госпереворот который произошел в 2014 году крымский народ сделал свой выбор на референдуме и со стороны Украины экстремистские действия по отношению гражданскому населению Крыма продолжались и после воссоединения Крыма с Россией как следствие госпереворота народ Крыма на референдуме сделал свой выбор в пользу воссоединения с Россией это была защитная реакция от нацизма от несправедливых действий которые угрожали гражданскому населению с Киева экстремистские действия по отношению к гражданскому населению Крыма продолжались и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Римзей Ильясов подчеркнул что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией крымско-татарский народ получил импульс в развитии и мы можем свободно говорить на своем языке мы проводим свои мероприятия никто нас не ущемляет у нас действует 15 школ с крымско-татарским языком и сейчас школа четырех президентов Украины так и не могли ее достроить обещая но президент Российской Федерации Путин дал поручение и мы 25 декабря вводим самую современную школу в Крыму и это будет школа с углубленным изучением крымско-татарского языка по словам члена Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Искендера Белялова визит турецкой делегации очень важен для республики иностранные гости убедятся что социальная политическая жизнь в Крыму изменилась к лучшему я думаю после сегодняшней встречи представители турецкой делегации после приезда в Турцию расскажут как в Крыму обстоят дела со стороны Украины и западных СМИ много лжи но наш народ живет на своей родине и развивается во всех направлениях на пресс-конференции посвященной визиту турецкой делегации в Крым Хасан Джингис заявил что Турция никогда не признает попытку создания муфтията в Украине не знаю мы считаем это неправильно в Крым есть один муфти в Крыму есть один муфти мусульман один муфти будет айролицы муфти не делают и те кто пытается принести родину это неправильно в Крым в Крым в Крым в Крым они на этот раз не приедут обратно будут обговаривать вот эти отношения о которых мы говорили там очень важно они все хотят чтобы санкция которая была снята и я верю в то что эта делегация приехала такая большая и когда с ними встречаясь разговаривая их основной план и направление это евразийский союз который есть то что об этом наш президент Владимир Владимирович также мы тут жалко не показали с муфтием эмирали к которым встреча была о которой очень о многом рассказал и о той мечети которая сегодня строится действительно более 25 лет только об этом мы говорили сегодня она строится и она строится под патрионатом нашего президента Владимира Владимировича Путина я верю что это будет достойное сооружение для тех людей которые будут праздновать враза байрам курбан байрам и все праздники культовые наши мусульманские очень большая делегация которая была их интересовала вливание сюда первоочередные строительные материалы которые они там готовят строительство домов они хотят строить хотят вливать свои деньги об этом была встреча с в совете министров вы видели очень плодотворное спасибо Сергею Валерьевичу Аксенову что организовали и разрешили это все делегация которая встретила я думаю будущее большое между Турцией Крымом и Россией Рефатаха программа была очень обширная в сюжете не прозвучало но был еще и визит в Бахчисарай как вы оцениваете визит этой делегации чего каких результатов вы достигли как вы видите взаим перспективы взаимоотношений между Крымом и Турцией между Россией и Турцией к великому сожалению у нас было мало времени потому что делегация спешила и как неожиданно получил выезд в Бахчисарай но тем не менее это все состоялось я готовился там по-своему но когда они приехали вышли с автобуса там засыпали вопросами на протяжении всей вот сколько шла экскурсия все время были вопросы знаете там начиная там от крымско-татарского народа потому что двое мне там доказывали что в них жилах течет крымско-татарская кровь знаете и тем дальше тем теплее у нас отношения шли и вплоть до бизнеса вот в буквальном смысле все сколько населенных пунктов сколько земли сколько граничит какой бюджет ну что могли они все не спрашивали но конечно на крымско-татарском просто они очень сильно остановились и были удивлены тем что наша дружба перешла все границы что мы открыли ханский дворец уже конечно спасибо руководству когда уже он действительно вставал на охрану конечно они разочаровались только в одном месте когда ну гид который вел экскурсию сказал что последний раз ханский дворец капитальный ремонт становился в 60-х годах знаете для них это было удивление как бы они говорят как это так мол в принципе там может текущие какие-то работы шли там может побелить покрасить но так серьезно чтобы вот как сейчас вот подошло правда очень долго шло ну подошло все-таки этот ремонт прошли посмотрели мечеть хандами и все павильоны говорят если сюда вложить деньги действительно будет по поводу санкции тоже улыбались там как бы говорили да вот моменты мы тоже не хотим конечно ответ один снимите начните ездить вот было же время когда первый паром прошел от них когда первое это налетайте вроде уже политика сегодня уже растворяется уже более проще но единственный человек конечно еще раз к сожалению что времени было очень мало их было там человек наверно 30 и хотя по два по три вопроса ответит каждому кто-то сфотографируется кто-то хочет снять что-то знаете но в общем обстановка была очень теплая потому что мы прощались долго их уже с Ялты мне позвонили давай отпускай быстрее потому что ну потому что дорога да еще приглашали в гости и вопрос когда крымский татар шел я говорю знаете вот вам чтобы понять крымский татар он просто надо прийти на свадьбу и когда они задали вопрос о количестве людей вот сколько у вас бывает на свадьбу когда назвал количество что-ли 400-500 были в шоке они очень удивились об этом пообещали если они приедут обещанное сделаем и уже больше покажем в район много основной вопрос вот у них было по крымским татарам знаете и вот в ханском дворстве много крымских татар поработать сегодня когда вели искусств на эту тему шли да потому что у меня это не первая делегация которая приезжала потому что все делегации которые наверное приезжают в Крым они все проходят через Башсарайский район обязательно это ханский дворец чтобы они увидели это наш символ безусловно Арифат Ага у нас есть телефонный звоночек мы вас слушаем добрый вечер говорите Селям алейкум алейкум селям я хочу смотрю очень внимательно вашу передачу и Шадык Дербера участник национального движения и хочу задать вопрос Сейтумирага Неметуллаеву дело в том что вот на этой передаче он сказал что практически нет ни одного поселка компактного проживания который можно было бы как пример показать на отношение к нашему народу показать как пример делегатам которые приезжают но тем не менее встречая делегацию с Турцией он дал им понять что у нас тут все хорошо и у нас хорошие перспективы вот мне непонятно как можно как можно так говорить и почему турецкая делегация сделала такой вывод с кем она встречалась и вообще изучала ли она эту тему и так вот голословно объявлять что они убедились что у нас все хорошо святым все видим сколько на сколько все строится сегодня действительно сегодня хотим мы или не хотим кто-то не хочет этого видеть надо видеть хорошее а то что сегодня компактные проживания или что-то я верю в то что газификация вода дороги и это все культурная сеть которая должна будет она вся будет строиться вот для этого мы вместе с вами вместе должны работать и созидать это делегация которая приехала это первый транш который сегодня последует вторая третья четвертая теперь они хотят прислать людей ученые степень которые имеют люди которые только в бизнесе по строительству встреча будет с эрдоганом и тем более 24 числа была встреча с президентом эрдоганом и нашим президентом владимиром владимировичем путином то же самое о том что мы говорили тут крыму о встрече как дальше строить и жить в крыму и крымской федерации Сергей Васильевич организация объединенных наций организация создана для поддержания мира и безопасности для нас она особенная потому что ее идеология собственно была рождена и была развита в ходе Ялтинской крымской конференции сорок пятого года если вспомнить начало нулевых годов то наблюдался явный кризис организации объединенных наций он был связан с целой чередой коррупционных скандалов и так далее если вспомнить на фоне каких событий собственно это происходило то очень быстро можно понять как говорят откуда ноги растут это же как раз событие связанное с иракской компанией это эпическое помахивание Мензуркой Колином Пауловым в совбезе ну санкцию им не дали как мы помним и Джордж Буш младший отличается тем что человеком является очень встительным как по отношению к журналистам так как оказалось и к организации объединенных наций но тем не менее ситуация выровнялась и сейчас уже никто не сомневается как это было в начале нулевых об эффективности необходимости этой организации как вы можете характеризовать ее важность и нужность на сегодняшнем этапе какие функции ООН сейчас выполняет История организации объединенных наций которая по сути дела дала вот эту всю дальнейшую траекторию была заложена в годы второй мировой войны как правильно заметили и в Ялте 4-11 февраля на конференции Большой Тройки рассматривались вопросы связанные с тем как будет происходить голосование в Совете безопасности как будет действовать генеральная ассамблея когда соберется учредительная конференция все эти вопросы были решены И вот эта ситуация связанная с войной безусловно дает нам некий ключ к пониманию роли организации объединенных наций и в современном мире это организация которая сложилась в итоге Второй мировой войны в результате Второй мировой войны и формировалась победителями во Второй мировой войне в первую очередь как впрочем в известной степени другими объединенными нациями спустя 7 десятилетий с тех времен мы видим что несмотря на те все кризисные моменты о некоторых из которых вы сказали действительно коррупционные скандалы международная бюрократия которая сформировалась в организации объединенных наций некоторая неэффективность ООН связанная с урегулированием этнополитических конфликтов внутрикосударственных конфликтов все это тем не менее не отменяет главного главное заключается в том что в настоящее время ООН является единственной универсальной международной организацией безопасности в которую входит подавляющее большинство стран мира и в этом отношении в этом и есть функция организации главная функция организации объединенных наций не допускать ситуации подобной той которая произошла в 1939 1945 годах и обеспечивать международную безопасность сейчас существуют различные варианты связанные с модернизацией организации объединенных наций например дискутируется вопрос расширения членов совета безопасности и в этом смысле наверное какие-то процессы будут происходить но по факту это единственная универсальная организация ее значение подчеркивает российская внешняя политика и безусловно ООН обладает огромным потенциалом связанным с позитивным воздействием на международные процессы сегодня Надя Роган у вас огромнейший опыт работы в международных структурах в том числе и в организации объединенных наций если не ошибаюсь вы этой деятельностью стали заниматься сразу после возвращения в Крым если я ошибаюсь поправьте меня скажите пожалуйста вот в этот период вы были первым и единственным кто курировал этот вектор или там было как-то по-другому ну я стал первый раз побывал в 1994 году однако задолго до меня еще в 70-е годы там несколько раз участвовал в работе разных органов ООН ветеран нашего движения Айшасид Мурадова потом долгое время приходилось этим заниматься в кино а так я был тоже не единственный крымский татарин и вообще не единственный человек из Крыма который там бывал это в том числе представили караимов крымчаков там бывали там было несколько людей из крымских татар включая кстати сегодняшнего спикера Римзи Ильясова вот и ну в какой-то степени да основной тяжесть пришлось мне тогда нести мне даже повезло шесть лет быть экспертом с 2003 по 2008 год назначен там генеральным секретарем он демократия поэтому больше двух сроков там быть в должности нельзя ну я получил интересный очень опыт и огромное количество знакомств и знаний которых не вычитаешь в учебниках да я к чему собственно это спрашиваю дело в том что вот эти инициативы внешнеполитические в ООН сейчас перехватили с тем другие люди речь идет о том как вот совсем буквально недавно третий комитет генеральной ассамблеи ООН по социальным гуманитарным вопросам и вопросам культуры принял составлены украинные проекты резолюции о правах человека в Крыму собственно имеет ли смысл такие инициативы со стороны Украины а когда Крым находится в составе другого государства ну знаете никто никому ничего не запретит никто тут никаких как бы права внутренних хоновских не нарушал вот но любое государство может предложить любую проект любой резолюции другое дело будет она поддержана или нет но в данном случае я знаю что в третьем комитете генеральной ассамблеи как авторы резолюции расписались 41 государство более 20 выступило против около 70 поддержало около 70 голосовало против 15 декабря насколько я знаю будет голосование на генеральной ассамблее и вот позиции генеральной ассамблеи конечно да в данном случае более важна чем позиция только одного комитета посмотрим что будет Так что это дает вообще крымским татарам? Ну, что дает крымским татарам? Ни одна резолюция Генерального ассамбления ООН ничего непосредственно не дает. Но меня беспокоит, что за последние годы несколько международных организаций. В прошлом году это была резолюция Европарламента, в этом году Третьего комитета. Есть определенные движения в Международном уголовном суде, где все больше и больше внимания обращается с точки зрения этих международных организаций на систематические нарушения прав человека в Крыму. А надо сказать, что теория международного права считает, что систематические грубые массовые нарушения прав человека не являются внутренним делом какого-либо государства с вытекающими последствиями. Но что из этого получится на деле, трудно сказать. Скажите, есть какой-то механизм для крымских татар, которые в Крыму живут, принимать участие в работе международных структур сейчас? Ну, если у них на ходу паспорт не отнимут, неизвестные лица в масках, как это у меня сделали, наверное, есть. А в принципе сейчас самая большая проблема связана с тем, что жителям Крыма должны получать визу в украинский паспорт и в представительствах в Киеве, а не в Москве. Поэтому это зависит от того, какой паспорт у кого и кто куда едет за визой. Четвертый из Москвы и российский паспорт их получить невозможно. Спасибо большое. Александр Андреевич, как вы относитесь к этой всей ситуации, которая сейчас разворачивается в Организации Объединенных Наций, и в особенности крымско-катарский аспект? Не, ну, понимаете, даже вот по ходу нашей сегодняшней передачи я уловил, так сказать, один такой серьезный диссонанс. То, о чем говорит Надир Бекиров, опровергает другие наши собеседники, здесь присутствующие, ваши сюжеты, которые достаточно убедительно показали... У нас разные точки зрения. Потому что, ну, существуют, так сказать, те реалии, в которых мы сегодня живем. И они говорят о том, что вот то, о чем сегодня Сергей Васильевич сказал, что в Владиславе Стоке, по-моему, президент, когда на один из вопросов по поводу Крыма, он ответил, что к проблему Крыма мы решили исторически. И вы, наверное, обратили внимание, что президент не очень любит крымскую проблематику, так сказать, широко обсуждать. Потому что, действительно, она решена для России. И тут теперь весь вопрос в том, что сами крымские татары должны уже, на мой взгляд, уже пора бы определиться. Два с половиной года прошло, потому что, насколько я понимаю, большинство крымских татар имеют сегодня паспорт гражданина Российской Федерации. Этот паспорт существует чисто символически, или, как Надир сказал, куда вот надо ехать туда, в Киев за какой-то визой и так далее. Этот паспорт у человека существует гражданина Российской Федерации, а уже сам институт гражданства предполагает не только определенные права, которыми наделяет его государство и Конституция, но и обязанности. Да? Вот поэтому, на мой взгляд, конечно, вот хорошо, что у вас существует такая телерадиокомпания, как Милет, которая поднимает эти вопросы. Спасибо, Эверина, что вы. Но, на мой взгляд, этим вопросом надо, ну, уделять более акцентированное внимание, потому что я еще раз хочу сказать, что я вижу сегодня определенный диссонанс. Потому что я, например, не могу согласиться с утверждениями Надиры Бекирова, что нарушаются права человека здесь. Можно одну реплику? Можно только после телефонного звонка. Ну, послушайте, но я этого не утверждаю. Утверждает Третий комитет Генеральной Ассамблеи. Хорошо, Надир, давайте послушаем нашего телезрителя, и тогда продолжим. Просто, понимаете, как, все сводится к тому, что какой-то комитет в Организации Объединенных Наций пытается сегодня опять разыгрывать крымских татар на чьей-то стороне против кого-то. Мы же это прекрасно понимаем, да? Вот откуда как бы ноги растут и где. Вот поэтому очень бы хотелось, чтобы крымские татары в своей основной массе поняли бы одну простую истину, что хозяевами своей судьбы они должны быть сами. Что нужно уже давно прекратить вот эти, давать повод, чтобы кто-то разыгрывал крымских татар в этом, в глобальном противостоянии. Вот до тех пор, пока сами крымские татары не определятся, так оно не будет. Да, спасибо большое. Слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Это главный редактор журнала «Юндекс» и «Перевер Османов». Вот сегодня я в студии слушаю о том, как приезжают иностранные делегации, и я им рассказываю, как хорошо нам здесь всем крымским татарам живет. Я один пример только приведу. В том же Бахчарайском районе выходила страница тематическая, там полтора года, и она заглохла. Как же это можно понять? Государственный статус крымского татарского языка раз, и ни в одном районе, нет ни одной районной газеты или даже страниц на крымского татарском языке. Об этом говорят делегатам и депутатам, которые приезжают в Крым, или нет? Или расскажут о том, какие у нас большие свадьбы проходят в Бахчарай? А почему райсовет не внес в документы действительные той же газеты, что эта газета издается на крымско-татарском и на русском языке? А почему для того, чтобы выходила эта страница, нужно привлекать деньги из Татарстана? А потом редактор говорит о том, что деньги закончились, и страниц на крымско-татарском языке выходить не будет? Это же прямая атака на крымско-татарский язык. Это же прямая такая же политика, которая проводилась раньше. Она проводится сейчас. Но я думаю, что это местные депутаты должны давным-давно решить во всех районах это. А в тех районах, где население крымско-татар составляет 20 и с лишним процентов, это нужно было делать давно и в первую очередь. И не ставить зависимость в их странице от средств, привлеченных извне. Это должно быть узаконено. Это наше право, крымско-татар, получать информацию на крымско-татарском языке. Вы знаете, редактор этой газеты, я с ним говорю, говорит о том, что нужно 2 миллиона, чтобы выпустить эту страницу. 2 миллиона. Когда наша газета «Яна Думья» и журнал «Юлдэс» в год имеют бюджет менее чем 4 миллиона. Вы пропорции чувствуете? Вот надо чем заниматься. Да, мы вас услышали. Спасибо вам большое. Рифат Ага, пожалуйста. Я, насколько понимаю, этот наш вопрос задавал, он же хорошо владеет ситуацией. Но до конца не договорил, то, что никто никогда 2 миллиона не говорил. И то, что деньги были привлечены, это было, все понимали, это в конце 2014 года. Это началось при моей инициативе. Я разговаривал с руководством Татарстана и попросил для старта, чтобы было это, ну, как бы исторически, такого еще не было, что вкладыш на «Слава Труду», газета уже довольно-таки много лет, был вкладыш на крымско-татарском языке. И это началось. Но когда, как вы говорите, что главный редактор, это «Слава Труду», говорит, что кончились деньги, ему нужны 2 миллиона, нет. Газета запустится, газета будет работать. И этот вкладыш там будет, потому что у нее есть определенный свой читатель. Так как в свое время тот редактор, который вам сегодня такую информацию дает, он, может быть, это и сознательно не внес, что газета должна выходить в уставе на двух языках. И этот вопрос о Миньюсе нейтрализуется, и как бы, и не будем искать, ни о каких двух миллионов не идет. Чтобы все понимали, было, в республике Татарстан помощь оказана полмиллиона рублей, и газета проработала больше года. Итак, в ходе нашей дискуссии сегодня шло телефонное голосование. Мы попросили вас, уважаемые телезрители, ответить на вопрос, волнует ли крымчан международное признание. Итак, да, ответили 310 человек, нет, 280 человек. Совершенно очевидно, что тема Крыма в международных отношениях не исчерпана. Будем так или иначе к ней возвращаться. А сегодня все. Встретимся в следующий четверг. Спасибо большое. Спасибо.